Уборочная кампания выходит на финишную промою. Выник працы агрария у нас сегодня 82% обмолоченных площадь и 840 тысяч тонн собранных избожья. По колькам байны на полях протягивается и мониторинг к ходу уборочной кампании. На передней специалисты Гомельского областного объединения профсоюзов выехали у господарки Лельшинского района. У центра уваги – пытание техники безопасности, организации гаражного харчевания и спецобмундирования работников уборочной. Под обязанностью репортажа Вероники Варашилины. Эта операционная раница для комбайнера у Лельшинского района распочалась из урочистых веншаванью. Перед проведением мониторинга полевых работ специалисты Гомельского областного объединения профсоюзов уручают передвекам жнева, подяги, грошовые премии и подарунки. Улику узнагородженных механизаторы открытых акционерного товарыства «Синпольская» и «Ксубударны». Многие из них мают 20-ти годовый стаж прасы и по 10 сезонов уборки заплячима. Кажуть быть, у передовиках им допомагают створенные комфортные умовы. Обеды нам подвозятся вовремя, два раза получается обед и ужин. Форму тоже дают вовремя, зарплату вовремя дают. Что еще надо? Все работаем, все обеспечено. Отвозка проблем нет, солярка проблем нет, питание двухразовое. В воду привозят пиццевые. Все нас устраивает, все работает, все нам нравится. Как доведаться, те отповедают слову передвеку уборочной рычаисности. Наша сдымочная группа разом с техничной инспекцией накеровывается с проверкой у коммунальной сельскохосподарчей унитарное предприемство «Ударны». Сегодня оно одно из наибойных в Лельчицком районе. Комбайны на полях задержаны что дня, с самой ранницы и до позднего вечера. Зараз тут убрано больше 70% поселных площадок. Как скажут, кто ест, то и так и працует. А тому механизаторы забеспечены гаражем харчеванием и пятной водой. Стравы на палетке им привозят двойче на день. На момент нашего визита у обеденном рационе, например, борщ, рыба с бульбанным пюре, компот и булочка. Наракания на контрорганизации гаража харчевания тут нема. Профсоюзные инспекторы, отзнашаясь, перед початком уборочной в Лельчицком районе, имелись опылные пытания по забеспечению работников спецвопроткой. Однако они были худко ликвидованы. Забота о людях, их безопасность, обеспечение питьевой водой, горячим питанием, спецодеждой – все это в зоне ответственности профсоюзов. И не случайно, ведь профсоюзы всегда стояли на защите от трудовых прав и интересов трудящихся. В нашем районе налажено, четко налажено сотрудничество между исполнительной властью, нанимателями и профсоюзами. И, наверное, благодаря этому получается и результат. Ведь сегодня у каждого трудностей немало. Но совместная работа, плодотворная работа, она всегда приносит свои результаты. У центра уваги профсоюзных инспекторов без умов на пытание техники безопасности. Спочатку на Мехдвары к супударной ведется проверка часописов, контролю, инструктажов. Затым перемещаемся на зерний сушильный комплекс господарки. За сутки он принимает около 200-250 тонн сбожа. Тут проходит его першесная очистка и сушка. В ближайшие дни будет уведенную эксплуатацию новый зерний склад. Пытание безопасности праца на этом объекте на первом месте. По технике безопасности проводятся постоянно инструктажи, есть инструкции, есть инженер по охране труда, который постоянно присутствует. На зернотаку закреплен ответственный главный специалист. И как в дневное время, так и в ночное время. Потому что сушка зерна на сегодняшний день идет круглосуточно, закреплены специалисты. Все инструктажи первичные, повторные, все проводится, все на должном уровне. Треба отзнашить уксупударный, створены годные умовы не только для працы. Тут есть утульные помешкания, где можно привезти себе аппараток после працанного дня, або отпочить в вольный час. Однако по кулям грарам отпочивать неколе, бо финальную кропку воуборочной кампании треба поставить до конца тыдня. Зараз в Лельчинском районе убрано больше 70% площу. Намолочено свыше 20 тысяч тонн сбожа. Середняя уроджайна складает 27,5 центнеров с гектара. Меж тым не доводится отпочивать и техничным инспекторам Гомельского областного объединения профсоюзов. С мониторингом полевых работ они будут выезжать у господарки региона и далее. Мы до конца уборочных работ посетим все районы области. Еще раз посмотрим, не мешая уборочным работам, тему, в первую очередь, то, что сегодня волнует и людей, и техническую инспекцию, это обеспечение спецодеждой, спецобувью, питанием и соблюдением требований охраны труда при выполнении работ. Параллельно мы посмотрим еще вопросы работы студенческих отрядов. В ряде хозяйств сегодня области работают несовершеннолетние, и как организованы вопросы охраны труда с ними, мы это тоже будем смотреть, оперативно, если будут какие-то нарушения вмешаться, опять же, подчеркну, не мешая уборочным работам. Вероника Варашилина, Сергей Лукашук, телерадуя компания «Гомель» из Лельчицкого района.